Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Программа об отношениях, о переживаниях человека, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, находимся ли мы в одиночестве или, может быть, в семьях, на работе. Ведущая этой программы я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать на нашу очередную передачу. Вам передаю приветственное слово, чтобы вы его развернули поподробнее, и, как обычно, рассказали, чем вы жили это время между нашими передачами, какие-то темы, может быть, актуальные были? Или с чем приходят к вам ваши пациенты в эти дни? Думая над тем, о чем мы сегодня хотели бы продолжить, может быть, разговор, и вот общаясь, я пришел к таким, что ли, размышлениям, к такому определенному выводу, что те жалобы, может быть, да, те переживания, которые сейчас, ну, по крайней мере, взрослые люди приносят на прием, по-прежнему это тревога, может быть, отсутствие настроения, бессонница, ну, и так далее. У этих переживаний сейчас есть... Точнее, он был, я думаю, всегда, но сейчас он более явный, экзистенциальный смысл определенный, не побоюсь этого слова, да. То есть это для людей не просто патология, это начинает быть видным для них самих, а что эти переживания очень вписаны в текущий контекст происходящих событий, что они этими переживаниями каким-то образом связаны в ткань своей жизни, своего бытия. Почему я это слово экзистенциальный произнес, да, ну, то есть относящийся к экзистенции, к бытию человеческому. И, скажем, ну, раньше или чаще было так, что люди, которые приносят, опять же, свою тревогу, какие-то переживания, апатию, например, они считали, что, ну, и до сих пор так происходит, но в меньшей степени считали, что это все, ну, некий мусор жизни, некая такая отвлекающая от обычного хода вещей порода жизненная, да, то есть вот я живу-живу, и зачем-то на моем пути возникла там тревога, бессонница, нарушение аппетита, я не знаю, какие-то панические вещи, то есть эпизодические эпизоды страха, да, почему-то я стал с тревогой в отношении определенных мест сталкиваться, но, например, я боюсь публичных выступлений, или я боюсь путешествовать на транспорте на каком-то ездить, да, это все казалось какими-то такими палками в колесах, палки эти непонятно кто вставил, в колеса жизни, да, в колеса моей жизни кто-то вставил эту тревогу, кто-то вставил эту еще другую палку, и вот я бы хотел от этого избавиться. Сейчас людям, может быть, в большей степени видно, что это за, ну, как я уже сказал, да, как эти болезненные переживания связаны с их близкими, с их семьями, с какими-то событиями, которые разворачиваются, с ними самими, с их будущим и так далее. Вот я бы так сказал, такой пролог нашего сегодняшнего разговора. Может быть, наши зрители, ну, какое-то свое мнение есть, не согласятся, но мы с удовольствием готовы принять звонки и выслушать его. Алексей, мне почему-то вспомнилось, когда мы с вами разговаривали во время ковида и вели здесь программы, одна из тем звучала таким образом. Дистанционная работа или необходимость людей находиться дома постоянно внутри своих семей обострили какие-то вопросы, которые были, ну, из предыдущего жизненного багажа, можно так вот, привнесены именно в такие условия. Как вы, подмечаете или не подмечаете, может быть, если этого нет, поправьте меня, происходит ли подмена? Вот вы озвучили тревогу, апатию, но, условно говоря, вот между ковидом вот таким острым, да, и вот нынешними событиями был промежуток, где людям начинало казаться, что все устаканивается. Но у них по-прежнему была тревога, апатия, еще что-то. А сейчас они могут, не знаю, заявить со всей ответственностью, как им кажется, что моя тревога и апатия из-за того, что сейчас разворачивается и происходит. Но на самом деле у них это началось раньше, возможно, еще и до ковида. То есть происходит ли вот эта подмена, когда люди определенные чувства на протяжении жизни несут, но склонны обвинять в этих чувствах текущие события, может быть, так вот. Или текущие события, наоборот, обостряют то, что давно не носили, но отказывались осознавать? Это очень хороший вопрос, и я бы его назвал методологическим. Не побоюсь этого слова в нашей передаче. И вокруг этого вопроса или вокруг ответа на этот вопрос, вокруг вариантов ответа на этот вопрос, строятся различные подходы, помогающие подходы психотерапевтические и психологические. Ну так вот назовем в целом, да. Что я имею в виду? Если мы допускаем, а мы вправе это допускать, потому что опыт показывает, если мы допускаем, что текущие переживания, они являются той лавой, вышедшей на поверхность, или той нефтью собственной жизни, которая была заготовлена намного раньше, то нас ждет, если психотерапевт такой точки зрения придерживается, то нас ждет скорее археологическая такая психотерапия. Ну, как вариант психоаналитической, в классическом варианте психотерапии, да, когда, в общем, внимание двоих людей, сидящих в кабинете, устремлено в прошлое, ну, в большей степени, да, в отношении с родителями, в отношении со значимыми другими фигурами, в отношении с братьями и сестрами. И вот я говорю, в определенном смысле это похоже на археологию, с попыткой обнаружить какие-то значимые травматические события, да. Другая часть, другой полюс подходов связан с тем, что раз переживания актуализировались в настоящем, то и надо и заниматься в настоящем. И здесь, ну, в определенной степени, можно сказать, например, та же самая гештальтерапия или экзистенциальная терапия в широком смысле, да, может быть, когнитивно-поведенческая. Ну, специалисты будут вот работать с настоящим, да, будут работать с полем, будут работать с контактом, потому что мои переживания как пациента ведь возникают здесь и сейчас, в текущий момент, чтобы это не значило. Причем этот момент, он связан с непосредственно моим разговором с вами, да, или с моими близкими, с терапевтом, да. И терапия строится из того, чтобы… Ну, именно в настоящем. Исследовать, да, вот работать в настоящем. И поэтому ответ на ваш вопрос, с одной стороны, очень простой, как кажется, или хотелось бы его упростить. Ну, например, ну да, текущие события, да. Ну, например, вот приведу пример, да. Женщина в очень сильной тревоге за судьбу своего сына. Ну, условно, да. Пусть там призывного он возраста, там, или не призывного, но сейчас это как будто бы события актуальны, но при этом год-два назад она очень сильно тревожилась за сына, чтобы он не стал наркоманом, там, не знаю, поступит ли он в институт, найдет ли он себе хорошую девушку и работу, то есть тоже было. Не попадет ли он там под машину, когда идет в школу через сложный перекресток. То есть всегда вот эта тревога была. Но сейчас ей кажется, что ее тревога вот только с этим связана. С перспективой, что ребенок там попадет в армию. Как с этим быть? Как быть с тревогой? Ну, я вот что, наверное, скажу. В определенном смысле эта женщина права, ну, скажем так, неосознанно права, не специально права. Наша тревога, или, скажем так, мы, испытывая тревогу, всегда ради собственного успокоения ищем какую-то причину, которая нас волнует. Мы тревогу привязываем к какому-то объекту или к какому-то событию. И это одна из стратегий совладания с тревогой. Потому что тревожиться безобъектно еще... Ну, собственно, тревога безобъектно и называется тревогой, да. Мы как-то, специалисты, договорились, гласно-негласно, что тревогу объективированную, ну, например, тревога по поводу мобилизации, скажем, адекватней, что ли, правильней, да, нормативней было бы называть страх по поводу мобилизации. То есть эта тревога приобрела свой объект, да, свою мишень. Вот. И в определенном смысле эта стратегия, и большая часть, большая, я бы сказал, часть людей этим пользуется, сознает или не сознает, пытается привязать тревогу к чему-то. Потому что если тревога привязана к чему-то и стала страхом, то тогда возникают вопросы, как с этим, ну, например, я где-то с удивлением прочитал, что огромное количество петербуржцев не спускаются в метро, объясняя себе, что, ну, им проще добраться наземным транспортом, пройти по городу и так далее. Но мои коллеги в Петербурге выяснили, что приличное количество людей, ну, вот этой боязнью, имеют боязнь спуска в метро, передвижения, да, но себе логически объяснили. То есть если я боюсь спускаться в метро, у меня есть все козыри, все основания обойти, да, передвигаться транспортом наземным и так далее. То есть, допустим, они себе объясняют, что у меня там не страх замкнутого пространства, который, возможно, там, в детстве тянется от каких-то событий. А у меня, условно, страх терактов, да, что там вот метро является такой вот очень зоной повышенной опасности. Я фантазирую сейчас. Да, вы фантазируете, но мы об этом конкретной истории можем узнать, разговаривая с конкретным человеком, что там связано с метрополитеном. Но, возвращаясь к тому, к вашему вопросу, является ли страх женщины или тревога женщины по поводу собственного сына некой пирамидой такой египетской, которая давно была построена и была засыпана песком жизни каким-то, да, и вот это вдруг немножко песок развеяло, и вот это острие показалось, да, верхушка айсберга, другая метафора, вот, и да, и нет, и я уверен, что разговаривая с женщиной, о которой вы сказали, специалист... Я понимаю, да, я понимаю, да, но удивительным образом в каждом вымышленном персонаже, это многократно уже, мне кажется, было подтверждено, в каждом вымышленном образе кто-то себя узнает, причем с высокой долей вероятности, с высокой долей совпадений, да, это удивительная ситуация, особенно в... Мне почему-то подзадуривает еще больше пофантазировать об этом собирательном образе матери. Вот, но если мы на этом остановимся, то, с одной стороны, да, мы обнаружим какие-то тревожные моменты, связанные с ребенком, и наверняка нас ждет дверь в семью, в семейную ситуацию, в папу с мамой, в эти треугольные, как сейчас говорят психологи, отношения. Почему треугольные? Потому что треуглавые этих отношений, папа, мама и ребенок, да, иногда там есть четвертый, пятый угол, братья, сестры, вот. И вот этот экскурс, который со специалистом эта женщина могла бы осуществить, он часть переживаний, сделать, часть ее переживаний, сделать для нее более объяснимыми и в соответствии с этим менее тревожными. Объяснимыми не в смысле того, что этому можно дать рациональное объяснение, а в смысле того, что она сможет увидеть генезис собственной тревоги, как эта тревога гнездится в ней, да, как она развивается. Но при этом, наверное, частью этого разговора может быть и разговор о текущем, да, что именно тревожит эту женщину. Ее тревожит смерть сына, ее тревожит постыдная смерть сына, например, или геройская. Значит ли это для нее, имеет ли для нее это какое-то значение или не имеет, что она самой себе скажет, что она скажет сыну, если его мобилизуют, или он уже мобилизованный, да, и он куда-то уедет. Там масса вопросов. Опять же, вот, вклинюсь, уже, наверное, я вспоминаю разговоры с реальными матерями, которые прошли какой-то путь психотерапии, да, или работы с психологом, и решали вопросы как раз детско-родительских отношений. И я вспоминаю, когда мамы обнаруживали в процессе работы, что такие катастрофичные фантазии о собственных детях являются, ну, одним из видов агрессии по отношению к детям. Ну, где с ребенком, вот, гиперопека, да, там все опекает, но ребенок, вольно или невольно, все равно вызывает в матери какую-то злость порой, но мать, не признавая эту злость, начинает вот фантазировать, что если он мне не позвонил или не ответил на номер телефона, ну, на мой звонок, вернее, по телефону, то все, с ним уже что-то случилось, он там уже... Елена, я подозреваю, что вы с таким допущением сильно нарветесь сейчас на агрессию, о которой вы говорите, потому что нужно сделать очень большое... произвести очень большую работу в конкретном каком-то случае, чтобы показать. А такие работы проводятся, регулярно проводятся, но с результатами этих работ почти невозможно выходить, ну, к людям, которые эти работы не совершали, и сказать, вы знаете, когда вы фантазируете или имеете фантазии в своей голове по поводу катастроф с вашим ребенком, например, да, или с вашим супругом, то в этом, в этих фантазиях звучит не только очевидное для вас беспокойство и тревога, и самое хорошее побуждение, любовь и забота, но там неосознанно и скрытым образом звучат ваши агрессивные. По сути, вы в своей внутренней вселенной, вселенной своей фантазии устраиваете такую ежедневную смерть или ежедневное испытание близким, и вы зачем-то это делаете. И вот так вот в неподготовленном виде предложить этот вопрос... Я почему говорю, что вы бы нарвались, может быть, да, потому что я знаю, как это происходит. В неподготовленном виде предложить такой вариант — это нарваться, естественно, на ту защиту, которая... на ту психологическую защиту, которая обычно в этом смысле работает, на отрицание. Это будет отрицание своей собственной агрессии, и это будет, скорее, признание ваших агрессивных фантазий, вашего агрессивного вопроса как терапевта, как психолога, да. Или моей некомпетентности. Или вашей некомпетентности, да. Доктор, зачем вы задаете мне такой глупый или такой несуразный, или такой... Если доктор вдруг задает такой вопрос, а по молодости, обладая этим знанием... Специалисты в лобовую иногда, да, идут. Да, очень хочется об этом сказать, и очень хочется эту идею предложить. И это действительно большая должна провестись работа, потому что, чтобы увидеть, как за полюсом любви, как за полюсом вот этой гиперопейки, как вы сказали, да, как за полюсом огромного, за шапкой вот этого огромного страха располагается еще и, ну, некоторая злость. Я думаю, что сейчас не очень, может быть, стоит говорить, в чем причина этой злости, но мы ее там обнаруживаем. Ну, она есть. Я сейчас вспомнила свой опыт участия в группе среди женщин беременных. Одни впервые были беременны и ждали первенцев, а кто-то уже были женщины из многодетных семей. И как раз вот эта тема агрессии по отношению к детям, она возникла. И вот мамочки, которые ждут первенцев, у них некий такой идеализированный образ воспитания, как они будут любить. Еще, а мамочки с опытом говорят, ну, да, любовь – это все, но иногда и даже младенцу прибить охоту, условно говоря. И вот тогда это вызвало такую дискуссию, потому что этим вот будущим мамам первенцев очень сложно было принять сам факт, возможность испытывать злость по отношению вот к этому чуду, который вот у меня скоро дома появится. Елена, я думаю, что нам с вами стоит сделать сейчас одну штуку. Может быть, вы меня поддержите. Нам стоит развести кое-что. Мы начали говорить, вы задали вопрос по поводу тревоги женщины, матери, по поводу сына, связанные с мобилизацией. Дальше мы с вами сейчас говорим об агрессии и о немножко других, может быть, вещах. Может быть, у наших зрителей возникнет мысль, что мы связываем одно и другое, что, может быть, у той женщины, которая беспокоится за своего сына, есть какие-то агрессивные импульсы по поводу него. Почему я хочу развести? Мы об этом не знаем. И вряд ли бы я поставил это в первую очередь, что ее избыточная тревога связана с этим. И тут, кстати, вопрос избыточности этой тревоги. Мне бы очень интересно было посмотреть на человека, на ныне живущего, да, не на Бога, а на человека. Я имею в виду, который вот Бога, который все знает, да, на человека, который провел бы черту и сказал, где реалистичная тревога в тревоге матери по поводу своего сына, да, и где эта реалистичная тревога перестает быть реалистичной и начинается нереалистичной, да. То есть почему такая черта нужна? Ну, потому что реалистичная тревога, то есть адекватная тревога, по-другому говоря, да, тревога, объяснимая и здоровая тревога, она должна быть, и мы ее в некоторой степени, ну, поощряем, может быть, не то слово, но поддерживаем, да, мы ее оберегаем, мы ее не снижаем. Но она неосуждаема, по крайней мере. И она неосуждаема, и она, ну, скажем так, должна быть, как я недавно вспоминал, прям коротко историю, когда я видел похороны, где в момент начала похорона, вот когда все родственники собираются, кто-то из таких беспокойных, значит, родни раздавал таблеточки тем, кому это надо. Ну, то есть вот такая, в этом как будто есть идея, что эмоций будет так много, они будут такими невыносимыми, что нужно заранее... Их под контроль взять заранее. Как-то немножко их подрезать, так сгладить и так далее, да. И мы говорим, что, наверное, какие-то эмоции должны быть, и стоит их поддерживать скорее, да, сохранять, и задавать себе вопрос, а почему мы опасаемся каких-то очень сильных эмоций. Но это про похороны, да. Возвращаясь сюда, к вашему примеру, ну, вот насколько она реалистичная, насколько она нереалистичная, что именно беспокоит эту женщину, как и большинство матерей сейчас, я думаю, подавляющее, мы можем узнать только из непосредственного разговора. И я не тот специалист, который взялся бы и какие-то такие общие выводы делал, Ну, универсальной инструкции у нас нет. Или даже сегментарно. Общий, наверное, подход у меня будет в том, что поскольку нынешняя ситуация, вот так мы ее сейчас обозначаем, нынешняя, не выделяя одно какое-то событие, потому что событий очень много, да. Это скорее система событий, это скорее каскад какой-то событий, причем каскад расходящийся, да. Неправильно сказать, что это одно событие, да. Хотя оно может быть какой-то кому-то видится в первую очередь, но это, безусловно, каскад событий, который порождает следующее, следующее, да. Вот. И у каждого человека в этих событиях своя какая-то реакция. Но вот то, что все чаще, ну, не знаю, может быть, это то, что я замечаю в большей степени, может быть, это свойство моего характера, как живущего человека, что здесь все больше начинает звучать вопрос о смыслах, об осмыслении, точнее, да, не о том, в чем смысл жизни, а о том, как осмыслить происходящее, то есть как придать этому хоть какое-то рациональное, продуктивное, ну, и прочее какое-то звучание для самого себя, чтобы, ну, как-то с этим быть и как-то двинуться дальше. В прошлый раз я называл это «вписать в свою историю», да, потому что пока это событие не может быть осмысленным, пока оно… Ты просыпаешься и не понимаешь, что происходит. Ну, да, что это влияет и на мотивацию, и вообще там что-либо делать, каждый день даже обыденные вещи какие-то. Ну, это вызывает тревогу, да. И то, что мы сейчас, как люди, организовали самим себе, я думаю, что это так, мы себе организовали, не инопланетяне, не кто-то еще, мы себе организовали, это вот событие, где нам снова нужно о чем-то крепко подумать. Я бы так сказал. И это вопросы вот этой самой экзистенции. Я подумала, что вот мой вопрос, который я задала про Мэтт, наверное, я присоединилась и в процессе передачи уводила-уводила все дальше вплоть до младенчества, как будто бы у меня за время нашей программы прошел тоже внутренний регресс, как бы, ну, регресс моих таких материнских чувств, где какой-то вот такой экскурс в прошлое произошел у меня самой. Это классный комментарий, Елена, потому что, если вы ассоциировались, по понятным для меня причинам, ассоциировались с матерью, которая задает этот вопрос, то психотерапевт или психолог-мужчина, слышащий такой вопрос от своей пациентки, он скорее в силу пола, в силу контекста скорее ассоциируется либо с отцом этого парня, и тогда это будет разговор папы и мамы, ну, в каком-то смысле, да, либо, может быть, с этим самым юношей. Будет он это осознавать или не будет, это другой вопрос. Я уверен, что, я просто знаю, что подготовленные специалисты держат это в голове и задают себе вопрос, а кто я сейчас для той женщины, которая ко мне пришла, кого она мне видит. И если мужчине, не знаю, 30 специалисту, 35, 40, может быть, да, 25, то есть здесь год в год не имеет большого значения, но это примерно тот самый возраст крепкого, здорового, мужчины, перед которым стоят те же самые задачи, которые стоят перед сыном этой женщины, да, и вот специалист скорее будет ощущать себя в тапках этого парня. Как он себя поведет при этом, как эта информация ему поможет, обладание информацией здесь помогающее значение имеет, да, что он с этим сделает, начнет он защищать, начнет переубеждать, равнодушным не останется, это точно, да. И от того, насколько он подготовлен к такого рода разговорам, ну, зависит эффективность, результативность этого разговора, я бы так сказал. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю встречу, за сегодняшний разговор, для меня время очень быстро прошло, много каких-то переживаний своих. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»